Если малыш с раннего возраста знаком с водой, тащить с собой на море огромную аптечку точно не придётся. Всем известно, плавание повышает иммунитет. Дети, которые занимаются плаванием, болеют в 3-4 раза реже, чем их сверстники. И лето – самое благоприятное время, когда стоит начать водить ребёнка в бассейн. Вода – она мягкая субстанция в нашей жизни, в мире, и получается она более щадящая. Нет нагрузки на позвоночник, на суставы. И все работают группы мышц у человека, который плавает. Мышцы по-другому работают. Они не забиваются так, как от бега или других физических нагрузок. Перечислять плюсы занятий плаванием можно бесконечно. У детей, которые регулярно ходят в бассейн, формируется правильная осанка, улучшается работа лёгких и сердца. Дети становятся сильными, выносливыми и даже более уравновешенными. И самое главное – в бассейне малыш получает море положительных эмоций. Не стоит бояться, что ребёнок простынет в бассейне. Температура воды в чаше – 27 градусов. Теплее, чем в море. Но если всё-таки ребёнок заболел, бросать занятия не стоит. Специалисты советуют вылечиться и приходить снова. Так детский организм адаптируется и быстрее начнёт закаливаться. Обязательно надевайте на голову резиновую шапочку, чтобы вода не попала в уши и не появился отит. Многие мамы опасаются, что хлор будет негативно сказываться на здоровье малыша. Но в современных бассейнах для очистки воды хлор уже практически не используется. К примеру, в этом бассейне воду очищают специальными песчаногравийными фильтрами. Если ребёнок уже достаточно взрослый и не боится воды, не стоит надевать на него надувной круг и на рукавники. Чтобы малыш не просто барахтался в воде, а действительно научился плавать, тренер советует использовать вот такие специальные дощечки. Редактор субтитров А.Семкин